Что за фигню ты говоришь, Хосе? Итак, сегодня я посмотрю видео от Хосе Зонига на канале Teaching Men's Fashion. В этом видео 5 проблем, с которыми встречаются только парни и как с ними справиться. Я не видел его до этого. Это моя реакция. Ну что, друзья, вы предложили это видео, и я посмотрю его. Ведь стиль видео Хосе очень отличается от моих. Давайте посмотрим, что Хосе говорит. Есть несколько вещей, с которыми встречаются мужчины, которые девушки не поймут. Абсолютно согласен. Женщины не поймут всех проблем, все страдания, которые испытывают мужчины. Хорошее замечание, Хосе. И первое – это потные шары. Это самое некомфортное. Потная промежность, абсолютно согласен, огромная проблема. Могу поспорить, заведет разговор о Чейсис. На что вы хотите поспорить? Напишите в комментариях. Держите свои кусты постриженными. Прости, Хосе, я не буду брить свой пах ради тебя. Но я понимаю, откуда он это взял. С точки зрения того, что побрив, удалив лобковые волосы, там будет не так жарко, и поэтому меньше пота. Это имеет смысл. Итак, второе – проблема с волосами. Да, ожидание и реальность. Хорошо подметил. Согласен, никаких волос на спине. Я не сотру эту фотографию из своей головы. Спасибо, Хосе. Проблема с неравномерным ростом бороды реальна, и у меня она есть. Мне нравится, как он фокусируется на возрастной группе. Ведь если вам 20, и вы теряете свои волосы, это определенно проблема, и вы не знаете, что делать. Номер три – делать первый шаг. Итак, по некоторым причинам общество установило правило, что парень должен делать первый шаг для знакомства с понравившимся человеком. Это подтверждает исследования, которые показывают, что 75% девушек ожидают, что мужчина назначит встречу или подойдет познакомиться первым. Это проблема? Я так не думаю. Я считаю, что это ставит мужчину в позицию силы, так что вы можете выбирать, с кем вы захотите продолжить общение. Но что происходит? Так что на всех нас висит ярлык неумех. Но Хосе отлично подметил, ведь большинство из вас не неумехи. Некоторые из вас дикари. Большинство из нас просто проводит разведку. Мы просто пытаемся понять, насколько хороши наши перспективы. Мы осматриваем ее, изучаем. Но некоторые девушки это воспринимают как взгляд маньяка. Когда отказов становится меньше, ваша уверенность растет. Абсолютно согласен. Практика поднимет вашу уверенность, а уровень неловкости опустит вниз. Надеюсь. Четвертая проблема – нужно бриться. Согласен, девушки тоже должны бриться. Отдам должное. Я не уверен в четвертой проблеме. Я не рассматриваю бритье как проблему. Еще он подметил, что девушки тоже бреются. Но нам нужно брить лицо. Я нахожу это успокаивающим. Всегда сверху вниз. И никогда, ради бога, из стороны в сторону. Хосе, я люблю тебя, но должен кое-чему научить. Ты не можешь говорить людям, что нужно бриться просто сверху вниз и ни вправо, ни влево. Все не так просто. Нужно понимать направление роста волос и нужно брить в этом направлении. Иногда она может расти слева направо или сверху вниз. Большинство случаев сверху вниз. Я вижу, что ты даешь универсальное руководство, но на самом деле нужно помочь людям понять концепцию. Чтобы упростить задачу, друзья, я оставлю ссылку в описании на карту для бритья. Вы можете скачать ее. Это PDF-файл. Вы можете ее сохранить. Друзья, но иногда вы можете брить против роста волос. В таком случае вы улучшаете степень бритья, но повышаете шанс возникновения вросших волос. Еще вам нужно понять, что вы должны корректировать. Следующая проблема насущная. Нужно уметь скорректировать себя под ситуацию. У всех бывало, что вы попадали в сложную ситуацию. Что делать? Хосе об этом говорит.